МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Да, так. У нас с первых числах 22 марта, то есть мы до сегодняшнего момента компанией «Акционерство Синепсиактивный газ» демонстрируют максимальное усилие по оказанию всемирной неплановой помощи территориальным районам, в данный момент, где находится наша компания, не только Тимирский, Байганецкий и Магаджарский район, но и также другим административным районам области. Если сказать что по поводку, то начиная с 27 марта к компании обратилась в Магаджарский район, это поселок Жагабулак, Аким, поселка Батпокольского, поселка Мирамбек Маратович, обратился с помощью о срочной эвакуации населения данного поселка. Ночью организовали оперативно автобус с высокой вместимостью, были перевезены 188 жителей поселка, в основном это женщины и 99 детей в том числе. Жители были сразу же привезены в автовый поселок и организовали им общежитие, они были устроены в общежитии. Также в течение всего периода, когда они находились у нас в период эвакуации, организовали бесплатное питание трехразовое данным гражданам поселка. После 27 по 28 число также приняли участие в штабе уже по эвакуации жителей поселка Шубарши, это Тимирский район, так как была угроза подтопления данного поселка, предоставили им необходимое количество автобусной техники для эвакуации. Также в местах, где были эвакуированы работники, а то есть жители поселка данного, предоставили им новые 60 комплектов ватных матрасов, для того, чтобы люди могли находиться в более комфортных условиях. Они были эвакуированы в местные школы, там две школы, гимназия и обычная школа. После этого также 27-го до 28-го прибыли силы для оказания помощи с области, получаются были проходительные органы, были военнослужащие, также всем работникам, участвующим в ликвидации, то есть недопущении затопления поселка Шубарши. Было также организовано питание для данных групп людей. После того, как поселок Кумсай, все-таки он находится на территории реки, то есть рядом с бассейном реки Тимир, поселок пострадал, хотя мы принимали участие в недопущении потопления, была выделена техника, люди были выделены, но поселок где-то из 50 домов, где 35 домов были затоплены, то есть вода дошла до домов. Эти жители также были размещены в ваших общежитиях? Нет, эти жители были размещены уже в школах рядом с поселком Шубарши, потому что территория рядом находится где-то километров 5-7, а у нас находились жители поселка Жагобулак. Я так понимаю, что вы обошлись своими силами, своими сотрудниками, спецтехникой, и все, что вы предоставили, это горячее питание, это матрасы, то есть полностью, где бы люди могли спать, на чем спать, что одевается и так далее. То есть все вашими силами. Нашими силами и по обращению местных эксплуатационных органов, что они просили, что мы все это организовывали, то есть не было никакой бюрократии, никаких там переписок, все это было в режиме... Как это обычно делается, предоставьте письма и так далее. Да, да, все было так. Далее, после, как период палок начал усиливаться, река Жем, то есть это ранее назывался река Эмба, она вышла из своих русл, и угроза дальше пошла, то есть по линиям электропередач. Электропередач, поселок Жаркимир, это ранее назывался Садшол, он находится чуть далее от поселка Жагобулак, он пострадал в том, что дома не были затоплены, но линии электропередач в русло реки, они повредились, то есть они... Остались без электричества. Без электричества и воды. В тот период наша компания сразу предоставила им мобильные, то есть жителям данного поселка, мобильные дизельные электростанции, мощностью 100 киловатт. Данные полностью с обеспечением ГСМ с нашей стороны. Данная установка была в срочном порядке доставлена, подключена нашими силами, и поселок был... То есть было обеспечено жизнедеятельностью, пока не были восстановлены основные линии электропередач. В тот же период поступило 3 апреля письмо с Байганинского района, то есть они оперативно написали письмо, мы сразу же отреагировали, отправили уже более мощную дизельную станцию в поселок Уэймаут, который находится от нас примерно 400 километров. Мы отправили туда своих работников, то есть саму станцию дизельную, и также подключили поселок к электричеству питания. До полного восстановления электричества уже местными коммунальными услугами. Недавно, на днях, только в выходные дни, Акимат Байганинского района восстановил электропередачу линии, и мы уже сегодня забираем нашу дизельную электростанцию, которая была отправлена. Сергей Крахманович, вот вопрос такой. Я слышала, что вы даже включили свою железнодорожную линию. На самом деле так это и есть? Да, корпоративный поезд, который у нас курсирует ежедневно с Ак-Тюбеп до станции Жан-Жол, проходит по локации именно Тимирского, Магаджарского района. И есть поселки, которые остались без транспортного сообщения. Это станция Берлик, город Сам-Жем, как ранее называлось, Эмба, два населенных пункта. Они первые приняли весь поток воды и остались без транспортного сообщения. Также оперативно было руководством принято решение. Всех жителей, кто изъявил желание с поселка покинуть, мы всех без никаких ограничений тоже предоставляли места в этих рабочих поездах, вагонах. И люди до сегодняшнего дня также пользуются этими услугами в безвозмездной основе. Мы перевезли на данный момент более 200 человек на нашем корпоративном поезде. И эта работа продолжается. То есть никаких ограничений для местных жителей, находящихся в этой локации, нет у нас. Ну, понятное дело, что сработали мобильно, оперативно, да, быстро. Здесь все зависит не только от, наверное, решения штаба вашего, да, то есть от руководства, что они быстро распределили все полномочия наверняка между руководителями департаментов, но также и все равно рабочие силы нужны. Сколько спецтехники было задействовано, сколько сотрудников, потому что в любом случае у вас работа такая, что приезжают вахтовым методом отрабатывают, то есть у них есть своя работа, тут режим ЧАЭС. ЧАЭС, как была построена? Да, работа у нас, самая масштабная работа началась с 27 марта, как уже большая вода начала поступать всем населенным пунктам и нашим производственным объектам. Весь парк транспорта задействован был в тот период, и в данный момент тоже мы работу ведем по ликвидации. Это хорошо, что вы оснащены настолько, что можете оказать поддержку и помощь в нужный момент, и так настолько мобильно. Да, мы даже, можно сказать, себя ограничивали в каких-то моментах, но всю технику направляли, это ночное время, это дневное. То есть такое перераспределение было? Перераспределение было, это уже оперативно, этим занимались непосредственно наши на местах ребята. Они сразу же направляли все силы, в первую очередь, населенным пунктам. Но такое перераспределение ресурсов не сказалось негативно на вашей работе, потому что в любом случае вся жизнедеятельность нашего региона, она зависит от вашей работы полностью, всей компании? Компания также, да, понесла колоссальный ущерб. Наши тоже производственные объекты именно на месторождениях Жан-Жол, Кинькиак пострадали. А в основном у нас большой ущерб идет по месторождению Кинькиак на Целевой. Вот по Кинькиаку расскажите, какая ситуация на данный момент? Жан-Жол изначально у нас с 29-го числа, с 28-го на 29-е ночью, вода уже превысила свой критический уровень и прорвала рабочие дамбы, которые там были установлены. Она зашла в цеха номер 2 и номер 3, нефтедобывающий цеха КНГДУ. Здесь первоначально было затоплено 648 скважин, и потери по нефтедобыче мы понесли от 800 до 1000 тонн в первые дни. В данный момент сейчас вода постепенно уже снизилась. Но к рабочему процессу вы вернулись уже? Мы не останавливали рабочий процесс, потому что мы просто обесточили все производственные объекты, которые уже были под угрозой подтопления. Сразу же было обесточено, в первую очередь, чтобы не пострадали люди. После этого произошла эвакуация людей, работников данных объектов. После того, как мы уже прошли большую волну воды, уровень начал снижаться. Мы сейчас запускаем, где мы можем запустить, то есть вода еще стоит на большей части второго цеха ЦДНГ-2, Кенькьяк на целевой. В данный момент простаивают 431 скважина с потерями суточной 661 тонны нефти. Такая ситуация. По сотрудникам все-таки, какое количество, кстати, работает в целом? И как сейчас? Весь штат работает Кенькьякского нефтегазодобывающего управления, это КНГ-2, как мы сокращенно его называем. Примерно где-то около 200 человек всего штата работников. Именно там им вахтный метод и 8-часовой рабочий период. Также задействованы подрядные организации. Также с наших других объектов мы перевели работников для восстановления и ликвидации аварии. Порядка 60-80 человек. Всего где-то работает, получается, около 400 человек работает на данный момент по ликвидации аварий, то есть по поводковой ситуации. Ну, собственно, первый этап все мы прошли. Да, самое главное, это была человеческая жизнь, спасти всех, разместить и так далее. Сейчас начнется следующий этап для того, чтобы восстановить все дома. В вашем случае, конечно же, это восстановление рабочих мест и как будет вопрос на данный момент решаться. Я понимаю, что у вас все, я думаю, что в алгоритмах все прописано, но тем не менее. Да, на стихийный бедствие, как можно сказать, в поводковый период, он нанес огромный ущерб компании. Мы ежедневно, как я уже сказал, что более 600 тонн теряем по добыче нефти. Изначально у нас было до 1000 тонн нефтесуточно. Но ущерб еще не рассчитан. Он будет только, этот период предстоит рассчитать, какой у нас будет экономический ущерб. После ущерба у нас будет также рассчитываться еще и финансовая возможность по дополнительной финансированию уже по восстановительным работам. Это тоже также будет требовать большое финансирование. Так что компания, она незапланированные будут у нас затраты по части именно восстановления и вывода в нормальный технологический режим объектов нашей нефтедобычи. Но по людям, по зарплатам, как наши руководители высказались, никаких ограничений или мы не будем недооценивать всю эту ситуацию. Ограничений не будут. Работники все работают, как и в прежнем штатном режиме. И зарплаты, то есть по выплатам, будут согласны трудовых договоров и они будут выполнены в стопроцентном объеме. Спасибо огромное, что уделили внимание, время, что пришли, разъяснили ситуацию, потому что на самом деле компания достаточно большая. И понятное дело, сохранение рабочих мест, это сейчас первостепенно, сохранение заработных плат согласно договору, это тоже очень важно. Спасибо. Спасибо огромное. Напомню, сегодня в студии был директор департамента координации производственно-технологических работ, а осень PC, акту Бемона и Газ, оксигенов, серик Рахманович. Уважаемые телезрители, если вы полностью не успели послушать наш интервью, вы сможете найти его на нашем YouTube-канале. У нас на этом все. До скорых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова